Сказали, то ли еще будет. Национальная безопасность, безопасность граждан сегодня становится наивысшей ценностью. И об этом вы говорили в своем обращении. Уважаемый Александр Григорьевич, этот вопрос, я думаю, волнует многие граждане нашей страны и волнует, конечно же, и женщин. Насколько наша страна надежно защищена от внешней военной угрозы? Ну, знаете, по-народному могу вам ответить на этот вопрос. Немного желающих, если вдруг обострится ситуация, чтобы нас бомбить. Потому что могут получить, очень, очень сильно могут получить. И вообще мы выстраиваем свою оборонную политику таким образом, чтобы не просто противостоять, воевать с кем-то или захватывать что-то и так далее. Нет, мы строим ее, исходя из того, исходя, конечно, из наших возможностей финансовых. Если бы у нас были деньги, то мы бы выстроили любую систему, потому что людей, военных людей у нас мозговитых достаточно. Все это ресурсы. Но мы выстраиваем эту оборону таким образом, чтобы, если вдруг нанести, ну, невосполнимый, неприемлемый ущерб для агрессора. Если вдруг случится. И мы имеем соответствующие точки, откуда мы можем такой удар нанести. И это главный наш приоритет. Главный. Да, я думаю, любое государство строило бы таким образом свою политику. Более того, я очень часто говорил и гордился тем, что нам без шуму, без пыли удалось после советского разрушения армии восстановить боеспособность армии, на марше ее модернизировать и сократить. Оставить столько, сколько надо. Ну, и мы практически закончили этот процесс. Недавно, встречаясь с военными, мы обнаружили, мир изменился, вооруженные силы и потенциальные агрессоры изменились, и война будет совсем другой, даже несколько другой, чем в Ираке. И исходя из нашей обороноспособности, из нашей ситуации, нашего положения, нам опять вот с новым министром, они, небольшая группа, я надеюсь, работает сейчас над этим заданием, нам опять придется посмотреть на нашу армию. Какую же иметь армию? Ну, если раньше у нас были там фронты, дивизии, корпуса армии и так далее, мы сразу сказали, нам это не надо. Уже лоб в лоб, фронт на фронт, никто воевать не будет, как в отечественной войне. Мы отказались. Мы стали создавать мобильное, подвижное, но часть. Крупное, среднее соединение объединяли, модернизировали и так далее. А сейчас оказывается, что для того, чтобы нам обеспечить свою безопасность и нанести вот неприемлемый ущерб тем, кто вдруг с нами захочет воевать или с территории государств, которые будут потворствовать агрессору, нам надо новое, что-то новое. Не буду вам говорить, что. Мы знаем, что надо. И у нас есть все для того, чтобы малыми силами быстро это сделать. И численность нам нормальная, нам хватает вот этой численности для того, чтобы модернизировать и структурно преобразовать вооруженные силы. Но непременным, от чего мы не можем отказаться, является наша противовоздушная оборона. Вы видите, что главный элемент это как бандиты с воздуха на километры пытаются бомбить эти государства. У нас есть чем противостоять. Мы можем достать очень далеко, насколько летает этот самолет и насколько он бьет по наземным целям. Но надо создать более сильный щит противоракетный. И у нас есть ребята, которые успешно это делают. Ракету не обязательно сбивать, чтобы ее уничтожить. Ракету можно увезти от цели. А это наша профессия. Белорусу. Радиоэлектроника, математика, оптика. У нас всегда это было очень развито. И мы эти школы сохранили. Кое-что мы уже умеем делать. Поэтому мы постоянно, Антонина Петровна, совершенствуемся, подстраиваясь к той ситуации, которая складывается вокруг нас, в том числе и в оборонном секторе. Ну, больше не хочу говорить, потому что это станет главным в моем послании. Хотя это не главное. Ибо завтра начнут так раскатывать, что диктатор тут чуть ли не цитадель какую-то создает. Никакой цитадели мы не создаем. Но кто сюда влезет, мало не покажется. Мы к этому готовы. Последнее происшествие в Беларуси свидетельствует о том, что мы умеем. Кое-что умеем. Кое-что. Даже вот возвращаясь к этому случаю на Октябрьской. Ну, представьте. Ну, возьмем гражданское. Помните, где-то 5 лет, особенно 3 года назад, мы просто с боем инициировали. Даже не с боем. Мне не с кем было бороться тут. Ну, просто навязывал модернизацию нашего здравоохранения. Мы выделяли огромное средство. Зайдите сейчас в больницы, даже в Минске, которые отстают. Зайдите, посмотрите, это же дворцы. И за 2-3 года мы доведем все, да и подчистим. Основное мы за этот год сделаем, начало будущего. А за это время подчистим. У нас супер больницы. И врачи, оказывается, наши все умеют делать. Вашему другу недавно взяли, сердце выразили, заменили, не половину, уже бегает. Он говорит, нет, я в Германию не поеду. Россиянин приехал, Акчурин, по-моему, попросил его, чтобы приехал, проконсультировать, хочу консультировать. У вас золотые руки у врачей. Это буквально за 2 года. Дали в руки врачам тот инструмент, который есть на Западе, и Запад оказался вне конкуренции. И случилось это мгновенно. Все люди благодарят, прежде всего врачей, мгновенно развезли, рассортировали людей. У них так это называется, сортировка. Некрасивое слово, он так называется. Развезли людей по больницам, через 30 минут все на операционном столе, кто надо, тот лежат. И сделали максимум. Или возьмите, обнаружили. Вот все сейчас, вот, ну как они, ну этого не может быть. Может быть, у нормальной нации. Обнаружили и задержали. А почему? А потому что где-то год назад мы не только модернизировали, что у нас было старье, но мы создали новую систему технического контроля за подобными случаями. И это нас спасло. Мы же обо всем не говорим. Если мы вам показали кадры там, эти видео, где он там сумку несет, ну это явно уже. Ну а потом, к этой же технике нужны люди. Вы понимаете, люди. Я смотрю вчера сюжет, арестовали наших белорусских ребят, там хакеры, или как их называют, которые украли под 200 миллионов тысяч долларов в этих магазинах. Ну уж понимаете, это же надо влезть туда, вытащить и работать годами. Но это полбеды. Но обнаружить же их надо, это же непросто. Поэтому, конечно, это безобразие. Но и на это смотришь и гордишься тем, что умеют это делать и то. Поэтому вот это важно, что есть люди. Люди, и понимаете, это со мной было связано, и когда мне председатель КГБ по линии своей, министр по своей, прокурор по своей, госсекретарь, главу администрации контролирует, докладывает и прочее, я их там терзаю сутками. А эти сидят, я говорю, яйцеголовые, по миллиметру вычисляю. Это же тысячи людей, как посмотришь этот вал в метро, туда-сюда, они задействовали все технические средства, которые мы создали до президентских выборов и нарвались. Ну а если бы это не сделали, как и в Витебске, как и на День независимости, все бы это прошло и, не дай Бог, не задержали, мы бы имели еще печальные последствия, еще более жестокие. Так и здесь в обороне есть люди, есть потенциал. Вот вчера, я понимаю, совместная коллегия военных была. Мы россиянам предлагаем свои услуги. И вот россияне, спасибо им, они приехали. Приехали специалисты, высокого уровня криминалисты, которые нам не надо расследовать оперативно, что они нам оперативно помогут. Они же не знают Беларусь, наших оперативных возможностей. А вот самые сложные вопросы ФСБ, они умеют это делать. И когда они работают с белорусами, вот я просто слушаю эти доклады, я горжусь тем, что они претензий к нам не предъявляют. Это умнейшие ребята. И они делятся с нами этими навыками. Черт его знает, что может быть завтра, не дай Бог, конечно, и так далее. То есть мы как губка впитываем везде то, что надо. Ну а что касается обороны, на захват чужих территорий мы не ориентируемся никогда, это не наша политика. Сами защититься от марсированной какой-то атаки нам будет очень сложно. Поэтому мы с россиянами создали эту совместную группировку. И какие бы у нас трения не были с руководством России, вы это знаете, что тут скрывать. Как бы мы лбами не сталкивались, но это святое. Понимаете, когда речь идет об обороне наших государств, наших народов, белорусов и россиян, это святое. Ни они, ни мы никогда тут этим никогда не игрались. И в очередной раз мы подтвердили, что здесь мы будем стоять намертво. Друзей у нас нет. Ни у России отдельно, ни у нас от России в этом отношении друзей нет. Все шелкают зубами, глядя на восток. Ну а идя на восток, мы опять по дороге. Я часто говорил о том, что ну мы же танки не пропустим на Москву, что из Белорусска такого же никогда не было. Никогда французы шли туда в 12-м году, без танков тащили на себя пушки. Не в отечественную войну, когда рвалась группировка, центр. Вы знаете, как их тут калашматили в Белоруссии. Только 600-700 тысяч сопротивленцев было в лесах, мы их называем партизанами. А сколько подпольщиков. Это наша общая история. Она говорит о том, что мы должны быть вместе. Хочется кому-то или нет. И мы тут выстраиваем оборону вместе. Чего бы нам это ни стоило. И вы знаете, некоторые говорят, ну вот. Теперь Лукашенко нема куда деваться. Только в Россию. Сейчас она там его возьмет ежовыми рукавицами. Ну тупые, беспросветно тупые люди или специально болтают языками. Россия без Белоруссии и не мыслит свое существование. Мы тем более без России. Какую бы мы политику здесь не проводили. И это не реверранс в сторону России. Был Владимир Владимирович Путин здесь. Мы с ним друзья давние. И понимаем друг друга. Если где-то и не понимаем, нам приходится понимать. Мы с ним обсуждали долго очень многие-многие-многие проблемы. И мы... Я ему прямо сказал, чтобы не было никаких обид. Мы будем с Европой восстанавливать отношения. Даже после этого, как они нас кинули. Мы будем после 19-го. Ну почему? Ну потому что мы в Европе живем. Мы центр Европы. Ну как огородиться от них? Никуда не денешься. Поэтому, может даже и в этом сложности. И проблемы наши, что нам приходится смотреть и на восток одним глазом, и на запад. Но на востоке наши люди живут. Понимаете? И это европейцы должны понимать и воспринимать это как данность. Мы ничем не отличаемся от России. Мы самые близкие для россиян люди. И они самые близкие для нас. Я говорил, что белорус от русского отличается тем, что белорус это русский со знаком качества. Это лучшее, что вот на этом куске впитала наша земля от русских, поляков, евреев, украинцев. Вот это вот, это белорусы, это самое лучшее. Что есть у россиян даже, скажем так. Мы ничем от них не отличаемся. Но это не значит, что мы, знаете, будем какими-то прихвостными. Нет, мы страна, мы государство. И я не понимаю, вот сейчас уже не говорят в России, вот надо включить в состав Беларуси в России. Зачем? Зачем на себя беду накликать? Открыть новый фронт здесь нет. Можно же проводить такую политику, что ты еще теснее будешь с этим своим государством российским, чем включить его в состав и получить проблему. Ну, вроде бы понимание есть. Но в то же время, еще раз подчеркиваю, мы в центре континента. Это наше благо, и мы должны воспользоваться этим. И мы не будем через забор смотреть на европейцев. Мы, конечно, понимаем, что американцы в последнее время, я уже об этом не говорю, очень интенсивно вдалбливают клин между Европой и Востоком. Вот тут вот, Прибалтика, Польша, Словакия, Чехия, Венгрия. Мы это знаем, там выстраивается целый коридор. Вы думаете, что американцы довольны политикой европейцев? То, что там Германия начала говорить сама за себя, так сказать, и уже поднимать голову. Ну, послушайте, что Меркель сказала, будучи в Литве там и так далее. Они все видят. И они все больше сюда вмешиваются, чтобы вот разбить. Клин вбить между Восточной и Западной Европой. Ищут вот этих сателлитов, на которых опереться. И мы имеем массу такой информации. Имеют ее и россияне. И мы знаем, против кого это направлено. Ну, это их проблемы. А наша проблема состоит в том, что мы это должны учитывать и противостоять этому. Не дай Бог, дойдем до поножовщины. Поэтому, это отдельная большая тема. И долго о ней можно говорить, но это мы видим и понимаем. И поэтому еще немало денег нам приходится на это отвлекать. Ну, вот сейчас у россиян немножко денег побольше. Вы, наверное, слышали, и С-300, и другие системы противовоздушной обороны. Мы берем у россиян иногда в большую рассрочку, иногда бесплатно. Они нам помогают. Это и их оборона. Противовоздушная оборона здесь, от Черного моря до Балтики, которая есть в Беларуси, это и российская оборона. В другой у России нет. Это наша зона ответственности. Это понимают и натовцы, и понимают и в России. Но, опять же, вот недавно увидели большую группу натовских офицеров у нас. Приехали. Хотим то это? Пожалуйста. Хотим туда? Пожалуйста. Хотим увидеть то? Пожалуйста. Хотим увидеть, как вы летаете? Ради Бога. Хотите вы полетать? Нет, не хотим. В учебный комплекс садитесь там, порулите. Сели, МиГ-25. Красота. Французский летчик никогда не летал на наших мигах, хоть в учебном тренажере. Он там, он себя почувствовал летчиком. Ну, пожалуйста, мы же ничего не скрываем. Мы ничего не скрываем. Мы абсолютно прозрачны для наших соседей. Так должно быть. Доверие это прежде всего. И очень честные и открытые. Говорим, ребята, давайте дружить. Сунетесь не туда, получите на всю катушку. Ну, так же в народе говорят. Мы проводим эту народную политику. В том числе и в оборонных вопросах. Так что не переживайте, Антонина Петровна. Большое спасибо, уважаемый Александр Григорьевич, за очень убедительный, обстоятельный ответ. Я думаю, многие граждане будут спать спокойно. Особенно женщины. Особенно женщины, да. Моя мама всегда говорит так. Главное, не было бы войны.